Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка. Сегодня мы с вами читаем 15 главу. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели его и предали Пилату. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь. И правосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Понтий Пилат это римский наместник. Иудея это оккупированная страна и, в частности, иудеям запрещено предавать кого-либо смертной казни. Это прерогатива римлян. И к римскому наместнику, к Понтию Пилату, приводят Господа. И Пилат его спрашивает, ты царь иудейский? Что это означает? Что он пытается выяснить, не является ли Иисус мятежником. Собственно, работа Пилата, пресекать политические мятежи. И он пытается выяснить, кто перед ним, мятежник ли. И Господь ему говорит, ты говоришь. Это ответ, который является утвердительным. Вообще говоря, вот как по-русски можно сказать, спрашиваешь. Но по-русски это звучит так немножко поушутливо. В еврейском контексте ты говоришь, это наоборот серьезный или печальный ответ. Иисус ничего не отвечает на обвинения, которые выдвигают первосвященники. Но вот они требуют, чтобы Иисус был казнен. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варрава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда сделал для них. Пилат делает такую маленькую уступку народу для того, чтобы смягчить напряжение. Пасха это очень напряженное, неспокойное время, потому что люди вспоминают, как Бог избавил народ от рабства язычников. И они сейчас в рабстве язычников. И они думают, что Богу было бы как раз подходящее время вмешаться и помочь своему народу. И чтобы как-то немножко сбавить напряжение, снизить накал, Пилат делает такой дипломатический жест. Он отпускает одного из узников. И он понимает, что Иисус не является политическим мятежником и вообще как бы не тот, кого он должен преследовать. И говорит, хотите ли я вам отпущу царя иудейского. Он знает, что его предали из зависти. Первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил он лучше Вараву. Варава это мятежник. Варава во время мятежа сделал убийство. Он партизан. Он борец за национальную независимость. Он человек такой решительный, насильственный. И он больше нравится людям. Варава в их глазах герой. И Иисус в их глазах это тот, кто не оправдал их ожиданий. Он сказал им в ответ, хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Ибо знал, что первосвященники предли его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил он лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете царем иудейским. Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пилат пытается спасти Иисуса, потому что он понимает, что Иисус невиновен, Иисус не является мятежником. Но народ добивается помилования именно для мятежника. И Пилат желает сделать угодное народу, а отпускает им Вараву. Пилат в этом отношении политик. И он пытается подолеститься к народу. Он пытается сделать так, как люди хотят. То есть он как бы с народом, как говорят, церковь должна быть с народом. Нет, церковь должна быть с Богом. Когда кто с народом был, так это Пилат. Он выполнял требования народа. Почему народ требовал распятия Иисуса? Потому что люди сочли, что Иисус не оправдал их ожиданий. Они думали, что сейчас он поведет их на римлян. Они думали, что сейчас он установит мечом свое царство. Но он сделал не так, как и не ожидали. Оказалось, что он не тот. Не тот, кого они хотели. Они глубоко разочарованы и озлоблены. И они требуют, чтобы он был распят. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию собрали весь полк. И одели его в багреницу, и сплетший терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его. Радуйся, царь Иудейский. И били его по голове тростью. И плевали на него, становясь на колени. Кланились ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу. Одели его в собственной одежды и повели его, чтобы распять его. Для римских солдат такого рода игра в царя была обычной. И они развлекались тем, что издевательски воздавали приговоренному к смерти царские почести. Это была их забава, было их развлечение в их скучных и трудных казарменных буднях. И они приветствовали его, говоря, радуйся, царь Иудейский. И мы видим здесь, как Господь претерпевает насмешки, побои и издевательства. И от толпы, и от солдат. И здесь мы видим, как Господь научает нас смирению и терпению, поскольку Он, будучи Богом, будучи Творцом всего, пожелал стать человеком и претерпеть всякое унижение и поношение от людей. И этим Он научает нас также с терпением переносить то несравненно меньшее, что нам самим приходится переносить. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некого Кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля нести крест его». Вот упоминается по имени конкретный человек Кириньянин Симон, отец Александрова и Руфова. И это еще раз нам показывает укорененность Евангелия в конкретной истории. Это не некая богочестивая легенда, это рассказ о реальных событиях, которые происходят совершенно реальными людьми. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино сосмирную, но он не принял». Иудейские женщины, желая облегчить страдания приговоренных, готовили такой одурманивающий состав, вино сосмирную, которое несколько притупляло сознание и несколько притупляло боль, но Господь не принял. «Распявшие же его, деля одежды его, бросая жребий, кому что взять». Это напоминает нам пророчество, которое находится в псалме. «Делят ризы мои между собой, об одежде моей бросают жребий». Это 21-й псалом. «Был час третий, распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский». По какой причине он был распят? Опять-таки, не за то, что он что-то сделал, он не сделал никакого зла, но за то, кто он есть, царь иудейский. «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Избылось слово Писание, и к злодеям причтен». Это 53-я глава Исаии, за то, что предал свою душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. И 53-я глава Исаии – это подробное пророчество о страдании и последующем воскресении Господа. «Проходящие и злословили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные первосвященники с книжниками насмехаясь, говорили друг другу. «Других спасало, себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. Смерть через распятие была намеренно сконструирована таким образом, чтобы быть наиболее унизительной и наиболее отвратительной. Для того, чтобы сделать вдох и выдох, человек должен был менять свое положение на кресте, он должен был несколько подтягиваться, и из-за этого человек на кресте постоянно дергался. Причем это происходило непроизвольно, когда человек пытался вздохнуть. И в конце концов смерть наступала из-за того, что человек провисал и задыхался. Но человек на кресте постоянно дергался. Это выглядело очень унизительно. И люди, жестокосердные люди, которые это видели, они насмехались над этим. Это было намеренно так сделано, чтобы человек умирал как можно более жалкой и отвратительной смертью. Римляне, которые предавали людей такой смерти, они понимали, что смерть может быть красивой, смерть может быть героической, смерть может вдохновлять. Мы можем вспомнить, как в фильме «Храброе сердце» там вот этот Уоллес, который борет за свободу Шотландии, его казнят его враги, и он кричит «Свобода!» перед смертью. Или когда был такой политический деятель в Англии, Томас Мор, его ведут на смерть из-за того, что он отказывается поступить со своими убеждениями, и перед тем, как ему отрубают голову, он говорит «Я умираю верным слугой и короля, но прежде всего Бога». И эти слова за ним повторяют, что да, человек вот так красиво, достойно принял смерть за то, во что он верил. Римляне этого не хотели. Они не хотели, чтобы смерть служила примером, чтобы смерть кого-то вдохновляла. Нет. Они предавали своих врагов смерти на кресте, которая была максимально унизительной, позорной и отвратительной. О смерти на кресте никто не будет потом рассказывать красивых легенд. По крайней мере, римляне так считали. И мы видим, как проходящие злословили его и насмехались, и говорили «Спаси себя самого и садись со креста». Потому что представляли себе спасение, как такое спасение в чисто земном плане, как земную победу. Ну и было ясно, что в земном отношении Христос потерпел полное поражение. «И распятые с ним поносили его». Иногда говорят, вот противоречие. Тут написано, поносили его. У Луки написано, что один поносил, другой же напротив удерживал его. И это, очевидно, разрешается тем, что, наверное, сначала оба поносили, но потом один из разбойников что-то понял. Он раскаялся. Он понял, что он был неправ. И он обратился к Господу с этой известной всем нам молитвой «Помяни меня, Господи, когда придешь, как царь». В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, ламаса вахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, а для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его?» И Иисус же возгласил громко и спустил дух. И мы видим, что Иисус умирает в состоянии богоотверженности, в состоянии богооставленности. Почему? Потому что Он несет на Себе груз всех наших грехов. Все то, что отвращало от нас лицо Божие, все то, что обрекало нас на вечное разделение с Богом, все это Иисус понес на кресте. И поэтому последние слова, которые Он говорит, это слова богооставленности. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Наполнил губку уксусом, римляне, римские солдаты, их было обычное питье, это была вода, смешанная с уксусом. И этот солдат говорит, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его?» То есть, продолжая насмехаться, Иисус же возгласил громко и спустил дух. Изависа в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Мы видим, что один из распинателей, именно римский офицер, который, видимо, руководил всей казнью, был сотник, он что-то понял, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели и издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария Матиакова Меньшего, и Осия, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и многие другие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Мы видим, что наибольшую верность по отношению к Господу проявили женщины, которые, хотя и издали их, не подпускали ближе, но хотя и издали, они пребывали с ним и видели, как его распинали. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствие Божие, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, то есть речь идет о Синдрионе, Совете Семидесяти, и этот Совет, собственно, и приговорил Господа Иисуса к смерти. И в другом месте, в другом Евангелии мы читаем, что Иосиф не участвовал в Совете и в деле их, но все-таки был член Синдриона. И эта историческая деталь как раз указывает нам на достоверность вот этого погребения в гробнице у Иосифа, потому что для христиан Синдрион этот Совет – это убийцы Господа. Это те, кто непосредственно добились его смерти. И говорить что-то хорошее о члене этого Совета, члене Синдриона, они бы не стали. То есть никто бы не стал придумывать хорошего члена Синдриона. Единственная причина, по которой появляется Иосиф Римофейский, который, будучи членом Синдриона, тем не менее, желает похоронить Иисуса, это то, что да, действительно был такой человек, он действительно так себя повел. И он осмелился войти к Пилату. Пасха – религиозный праздник, и мы знаем, что первосвященники не хотели войти к Пилату, чтобы не оскверниться, а чтобы можно было есть Пасху. То есть войти к язычнику означало оскверниться. Но Иосиф этим пренебрег, он входит к Пилату и просит у него тело человека, который формально является казненным преступником. И он решается себя так подставить, потому что он хочет послужить Господу. И мы видим преданность Иосифа, потому что сейчас очевидно, что ничего не получится Иисусу. Люди следовали за Иисусом, когда ожидали, что он сейчас воцарится, он сейчас будет царь, и мы за ним последовали с самого начала, мы что-нибудь получим. Но Иосиф понимает, что Иисус не воцарится уже. Он понимает, что Иисус уже мертв. Все, что с ним можно сделать, это только похоронить. И он решается поставить себя под удар, он решается войти к Пилату, просто для того, чтобы его достойно похоронить. И он, купив плащаницу и сняв его, обвив плащаницу, и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень, как к двери гроба. Плащаница, в которую было обернуто тело Господа при его погребении, она существует до сих пор, это знаменитая Туринская плащаница. Есть определенные споры вокруг нее, но я вот полагаю по всему, что мы о ней знаем, что эта плащаница подлинная, по крайней мере, никто не смог объяснить, как это изображение могли бы сделать предполагаемые средневековые фальсификаторы. И можно видеть и сегодня эту плащаницу, таинственное изображение на ней человека, который подвергся точно таким же истязаниям, точно такой же казни, как Господь Иисус. И, видимо, это и есть подлинная плащаница, которая здесь упоминается. Повожу его во гробе. В той местности, в то время, людей не хранили в гробах, как в таких деревянных ящиках, как мы сейчас хороним и закапывали в землю. Гроб — это была такая пещера, вырубленная в скале, куда квали тела усопших. И обычно эта пещера использовалась поколениями одной и той же семьи, то есть там было большое, как могли десятки лишать усопших. Но этот гроб был новый, в нем еще никто не был положен, и он привалил камень к двери гроба. Вообще говоря, тела Господа должны были бросить в общую яму, как тела других казненных, но Иосиф позаботился о том, чтобы его похоронили приличным образом. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Мы с вами прочитали 15 главу Евангелия от Марка, и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».